Всем привет! Сегодня я хотела бы поднять тему для обсуждения. Точнее, я выскажу свои мысли, и мне будет очень приятно почитать в комментариях, что вы думаете на этот счет. Эта тема не совсем относится к творчеству, но я заметила, что вам и без того очень нравятся мои болтательные видео, и вы смотрите их, если они не относятся к художникам тоже. Так вот, ранее мы с вами обсуждали ту ситуацию, когда учителя заставляют каких-то студентов или школьников делать внеклассную работу. И я высказалась в том смысле, что эту работу не стоит избегать, потому что она максимально похожа по форме на схему заказчик-исполнитель, и это очень хороший опыт, тем более, если работа не такая уж и творческая, не такая уж и интересная, она вас как раз-таки приближает к реальным условиям, которые ждут вас в жизни. Но мне тогда многие сказали, что я не права, и что нужно говорить нет, учиться говорить нет с самого раннего детства. Я сразу предупреждаю, что в этом видео я буду говорить довольно очевидные и простые вещи. Если вы закончили уже философский факультет в каком-нибудь институте, то вам, скорее всего, оно будет неинтересно, вы можете выключать его прямо сейчас. Ну а для тех, кто остался, как вы уже догадались, мы поговорим о том, нужно ли всем нам учиться говорить нет в обязательном порядке. Я часто это слышу от популярных психологов, и даже в бытовых разговорах между людьми люди постоянно говорят о том, что нужно прекращать быть удобным человеком, нужно думать только о себе, о своих потребностях, и не обращать внимания на то, что думают окружающие. Потому что окружающие никогда не оценят ваших жертв. И мы все это слышали столько раз, что уже принимаем за истину в последней инстанции. Но сегодня я хочу с этим поспорить. Во-первых, все люди разные. Кому-то действительно нужно научиться говорить нет, но кто-то и без особых напоминаний достаточно наглый и эгоистичный. Сейчас очень популярна свободная позиция свободных людей, когда меня должны принимать такой, какая я есть. Меня не могут критиковать, мне не могут диктовать, что мне делать. Я никому ничего не должна, но люди вокруг должны с уважением относиться ко мне и моим потребностям. Мне должно быть удобно, по отношению ко мне должны быть толерантны. Люди должны изучить мои особенности и предпочтения. Например, если я хочу, чтобы ко мне обращались каким-то особенным образом, например, не в женском, а в мужском роде, я буду обижаться на тех людей, которые вовремя не смогут перестроиться. Но при этом я могу наплевать на чувства других людей, на то, что я, возможно, приношу им неудобства. Я могу в любой момент наорать на них матом, потому что в этом заключается моя свобода. Вот такая позиция. Честная, не правда ли? С какой стати меня должно волновать чужое самочувствие больше, чем мое собственное? Хотя, вот по-моему, такая позиция довольно недальновидная. Ведь этот мир работает по другим правилам. Люди живут в обществе и идут по отношению друг к другу на компромиссы, по умолчанию. Чем-то жертвуете вы для общества, а чем-то жертвует общество ради вас. Если вы не хотите идти на компромиссы, то вы можете отправляться жить в лес, вне общества. Это простые вещи, доступные пониманию 7-летнего ребенка. Но сейчас, по-моему, общество как-то молодеет. И иногда 35-летние люди считаются молодые люди в поисках себя. Поэтому не всем приходят эти мысли в голову, как ни странно. Вообще, если подумать, эгоизм это черта, которая присуща именно маленьким детям. А во взрослых людях она выглядит немного отталкивающе. Люди раздражают эгоисты. Эгоисты это, по сути, те, кто говорят вам, я важнее тебя, ты должен забыть о своих интересах и присмыкаться передо мной. Кто в здравом уме на это согласится? Тут нельзя не вспомнить феномен «Я же матери», когда все интернет-сообщество принялось придумывать какие-то гипертрофированные истории про женщин, которым на всех плевать, кроме себя и своих детей. Почему же эти истории были так популярны? Ведь они весьма глупые. Да потому что людей это все равно задевает. Люди ненавидят эгоизм и наглость по отношению к обществу. Сколько постов мы видим в Инстаграме? «Я устала быть удобной девочкой», «С этого дня я делаю все только для себя», «И пусть другие под меня подстраиваются». Но это в Инстаграме. А где эти люди в реальной жизни? Вот зайдите в вагон метро. Где эти удобные люди? Кто-то сидит на двух сиденьях, кто-то воняет, кто-то вам сумку на ноги поставит, кто-то на вас заснет. Я это к тому, что мы сильно преувеличиваем свои старания ради общества. И у большинства из нас нет проблем в том, чтобы отстаивать свои позиции и говорить «нет» кому угодно. У меня есть примеры из жизни, когда вроде бы умные советы привели к неожиданным результатам. Советы были такие. Все отношения должны быть выгодными, должны приносить пользу, они должны быть комфортными и удобными. Всех людей, которые не соответствуют этим критериям, со всеми этими людьми надо попрощаться. Вроде бы отличные советы, но в итоге они привели к очень выгодному и удобному одиночеству. Потому что это циничная позиция, и она очень хорошо подходит, если мы орудуем с вещами или с бизнесом. Но человеческие отношения, они немного более сложные. Помимо того, что учиться говорить «нет» нужно далеко не всем, это еще нужно делать далеко не всегда. Нельзя воспринимать это за правило. Когда тебе лень исполнять чью-то просьбу, ты всегда должен говорить «нет». Потому что иногда тебе может тоже что-то понадобиться, и когда ты что-то попросишь у общества, оно может показать тебе жирную дулю. Ты можешь плюнуть на общество, и оно утрется. Но если общество плюнет на тебя, ты утонешь. Иногда просто нужно делать что-то для ближнего своего, даже если это стоит определенных усилий. Но не всегда, я согласна, потому что иногда это может быть бесполезно, и вам не только «спасибо» не скажут, но еще и обругают вдогонку. И вот тут самое сложное — отделить одни просьбы от других. У многих из нас это не получается, как мы не стараемся. Мы легко говорим «нет» самым близким людям, которым бы лучше сказать «да», и не можем перечить нахалу, который лезет без очередь. Поэтому правило должно звучать не «умей говорить нет», а «умей чувствовать», когда сказать «нет», а когда согласиться. И так это правило звучит не так привлекательно, правда? Потому что люди любят простые решения, а жизнь немного сложнее, и это к лучшему, на мой взгляд. Вы можете мне сказать, что вы лично знаете людей, которые живут по принципу «люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех», и эти люди действительно добиваются успехов. Что я могу сказать? Это талант, причем врожденный. Если вам нужен особый пинок в виде совета психолога о том, что нужно учиться говорить «нет», то вы точно не из этой породы. Такие люди действуют более тонко и интуитивно. Они очаровывают окружающих, заставляя писать под свою дудку. А когда чары спадают, дело уже сделано. Это клевый дар, но вы не можете стать таким человеком. Таким человеком надо родиться. Вот и все мои мысли по этому поводу, но они не высечены в граните, и я могу поменять свою точку зрения, поэтому мне будет особенно интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Спасибо всем, кто досмотрел вот до этого момента до конца. Вы мои герои, я снимаю видео именно для вас. Всем пока!